В свое время мы проводили, у нас учились коллеги, сотрудники Российской Академии Образования. И даже академик наша выпускница, одна из академиков Российской Академии Образования. И мы проводили семинар специальный здесь, в этих стенах, о разрушении системы образования в нашей России современной. О том, как система была разрушена. Я на доске нарисую, и вам будет понятно, что, может быть, вы помните, такие были понятия философские. Ну, кто изучал философию, эти слова помнит. Базис и надстройка. Это ключевые понятия, что в обществе любая система должна иметь базис, это фундамент. А если он хороший, ты можешь любой теремок построить. Так вот, образование советское была идеальная модель, что признавали даже враги Советского Союза. Это была лучшая в мире система непрерывного образования. Что такое был базис? Базис – это среднее образование. Надстройка – это высшее. И получается такой вот прекрасный теремок, поскольку базис – это квадратная фигурка. То число лет должно быть четным. Там четыре угла. И сколько лет было среднее образование наше? Десять. Это было идеально. А высшее образование – это надстройка. В прямом смысле, если в школе не доучили, или среднее образование хромое, то получать высшее будет крайне проблематично. Как говорит декан экономического факультета МГУ, у нас бакалавриат откровенно слабый. МГУ, почему? А мы их, мы только два года тратим на то, чтобы доучить их тому, чему их должны были научить еще в школе. Будущих великих экономистов. Мы не можем их учить профессии, потому что их надо базить. Давайте им базис. Надстройка – три угла. Значит, число лет должно быть четным или нечетным? Не четным. В Советском Союзе это было пять лет. И это была уникальная модель, правильный базис и правильная надстройка. И начиналось, вы помните, в семь лет. А семь лет – это возраст Луны, раньше которого отрывать от няньки-мамки или воспитательницы ребенка нельзя. Про это мы с вами много говорили. Зубы, зубы. Раньше семи лет не меняются. Сама природа подтверждает астрологию, что до семи лет ребенка нельзя трогать. Он не может еще быть школьником. У него зубы еще, так называемые, молочные, детские. А в семь лет они начинают меняться на постоянные. И это значит, он переходит в новый этап развития. Что сделали у нас? У нас это здание порушили. Начали брать пример с американцев. Как у американцев? У американцев базис тоже существует, и он неплохой. Там среднее образование длится 12 лет. 12 лет длится среднее образование. У нас длилось 10. Чем оно хуже нашего? Оно хуже тем, что оно начинается у них не с 7, а с 6 лет. Но компенсируется тем, что так называемый первый класс, это по сути, как наш детсадик. Ну, то есть там, как бы, обстановка крайне расслабленная, ну, в так называемой начальной американской школе. Главное, что 12. То есть у них базис хороший, как и наш. Просто он на 2 года побольше, этот базис. У нас за 10 лет, а там за 12. Но у американцев была и есть плохая надстройка. У них высшее образование длится четное количество лет. То есть что получается? Получается бакалавриат 4 года, потом кто единицы пойдет в магистратуру 2 года. Итого получается 6. То есть у них неплохой базис, но убитая надстройка у них намного хуже по сравнению с нашим. Какое образование, если с советским сравнивать? Среднее или высшее? Высшее. Потому что сама идея клепать недоучек, а бакалавр это и есть недоучка. Она заведомо так была специально заложена, вот эти 4 года учиться на бакалаврах. Причем они сделали еще хитрее. Они разбили и эти 4 года на 2 и 2. И многие после школы, кто поступает у них в колледж или университет. Колледж и университет это одно и то же. Это у нас оно. Колледж как среднее учебное заведение, университет как высшее. В США и колледж университета одинаковы. В чем смысл? Два года отучился, а на бакалавра надо 4. Ему дают диплом, так называемый асошейд дегри, ну типа помощник специалиста. И многие уходят с вот этими двумя годами и на этом, на всю жизнь образование кончилось. Кто-то дойдет еще 2 года до бакалавра. Единицы пойдут дальше и дойдут до магистра. Но в любом случае 2, 2 и 2 это все квадратная форма, а должна быть, надстройка должна быть треугольная. Поэтому американские специалисты с высшим образованием советским в подметки не годились, что признавали сами американцы. Что сделало российское правительство? Оно сломало этот домик и построило его больше похожим на американский, и домик получился дикий. Базис стал вот таким. Почему базис стал вот таким? Сейчас так, 11 лет. Как может быть среднее образование, нечетное количество лет, недопустимо базис, это фундамент, он должен быть квадратной, прямоугольной формы, четное количество углов. Ну это как бы вид сверху и вид сбоку. То есть у нас было 10, у американцев 12, наше министерство решило по серединке, но серединка не золотая. 11 лет, ни туда и ни сюда. Как только, да еще и с 6 лет, это еще как у американцев, 6 лет. А почему решили 11, а не 12, потому что если бы полностью переняли американский домик, то тогда получается у нас сразу с аттестатом должны были мальчики куда идти? Сразу в армию. Если 6 лет, а школа длится 12, 6 плюс 12 равно 18. Поэтому придумали, что школа длится 11 лет. Как только это придумали, школа по необъяснимой причине начала заваливаться. Уровень по необъяснимой причине, только вы как астрологи можете объяснить, все начало заваливаться. То есть качество среднего образования, казалось бы, да, ну какая разница, ну 10 лет, 11, 12, хоть 13. Какая разница, а астрология говорит, есть разница, потому что это все встраивается в определенные ритмы. Итак, все теперь держится на вот этой вот, на костяной ноге. А вот это высшее переняли в точности, как у американцев, то есть вот это 4 и 2. И получилась дикая конструкция. Внизу треугольник, вверху квадрат. Я понятно объясняю? Дикая конструкция, то есть это все с точностью до наоборот. Местами, мало где, сохранялся специалитет, то есть 5 лет, вот та советская модель, но мало где. В основном все вузовские программы России перешли на вот это, как на Западе, бакалавр-магистр. То есть 4 года и 2 года. В итоге получается, здесь за 15 лет непрерывного образования в СССР. Но непрерывного я имел ввиду, если после школы, многие же так делали, кто хотел, сразу поступали в институт. Поднимите руку, кто сразу после школы поступил выше, без там перерывов на что-нибудь. И получалось, что за 15 лет страна получала высоко квалифицированные кадры. Высоко. Что у американцев? 12, школа. Ну тут уже кто как. Ну если минимально, то 14. 14, ну это 14, это вот этот помощник специалиста, это ни о чем. Если бакалавр, то 16, если магистр, то 18. Так их магистр знал не больше нашего специалиста. Но наши за 15 лет укладывались, а этим надо на 3 года больше. Теперь что в нынешней России? Это СССР, это Америка, это Россия. В нынешней России, ну на магистра мало кто идет. В основном все бакалавром ограничивались последние десятилетия. Сколько лет получалось? 11 плюс 4 равно 15. Получалось как в СССР, но разве можно этого недоучку с искалеченным средним образованием сравнивать с советским дипломированным специалистом? Невозможно. По срокам одно и то же, по качеству диаметрально противоположно. Треугольник на квадрате стоять может, квадрат на треугольнике нет. И когда мы с коллегами из Российской Академии Образования, проводя семинар, он проходил в этих стенах. Все это гостям нарисовали и показали чиновникам, то они развели руками. И сказали, что ситуация, видимо, тупиковая. И она продолжает быть тупиковой. Я имею ввиду с образованием Российской Федерации. Скажите, так наглядно? Да. Поэтому более чем наглядно. Когда мы сейчас в конфронтации с Западом, в прошлом году министр высшего образования объявил, все, мы выходим из балонского процесса. Балонский процесс, это так назван в честь старейшего университета в Италии. Бакалавр, магистр, вот эта система. Университет в Балонье, Италия. Балонская система называется. Мы выходим куда? Хорошо, куда? Туда же. Остается бакалавр и магистр, только называться будут по-другому. Ну, как бы перестроить мгновенно нельзя. То есть все остается, как было. Ну, только будет называться не бакалавр и магистр, а как-то там по-другому, потому что вернуться к специалитету так вот мгновенно невозможно. Но, если бы вас назначили министром образования, скажите, с чего бы вы начали ревлечение? С верхнего этажа или с нижней фигурки? С нижней. Ну, конечно. Ну, как ты без базиса, без фундамента? Что бы вы сделали? Вы либо вернули советскую десятилетку, либо окончательно внедрили американскую какую? Двенадцатилетку. Но оставлять одиннадцать категорически невозможно. Двенадцать, честно говоря, многовато. Советская десятилетка была идеальной. Идеальной была. Ее и надо вернуть. Ее вернуть. Ну, вообще, вот вернуть то, что было. Все. Не изобретать велосипед, да. А вернуть то, что было, и будет очень хорошо. Но, коллеги, этого не будет. Потому что вся система была порушена только для одного. Чтобы внедрить ЕГЭ. Все на самом деле было сделано только ради этих трех букв. ЕГЭ. Потому что на внедрение ЕГЭ бюджетом выделялись многомиллионные суммы на создание всей вот этой системы, апробацию в рамках страны. И эти деньги, они давно уже освоены. И признаться, что это была порочная идея с вот этим единым государственным экзаменом, признаться, естественно, невозможно. Вопрос о ЕГЭ, у кого все школьники перед поступлением в колледж или университет в США сдают. Это вот опять-таки взято оттуда. Оттуда взята эта идея. Они... У нас сейчас школы стали ровно один в один, как в США. Преподаватель сидит, все занимаются в классе, кто чем хочет, потому что будешь готовиться, сдашь тест, не будешь сдавать тест, ради бога, пойдешь мыть полы. Все. Как бы разговор очень простой. Ушло само образование, как сам процесс передачи знаний. Из нашей школы он ушел. Наша школа сейчас вообще дикая штука. Вот это вот стоит вместо квадрата треугольник. Дикая. А треугольник это фигура, в отличие от квадрата, марсианская. Она наполнена какой энергией? Вот эта стрела. Конфликтов, да. Она наполнена энергией конфликтов. Поэтому если сейчас характеризовать наши школы средние в России наших дней одним словом, то это слово может быть сплошной раздрай. Война всех против всех. Идет тройная война одновременно. Война детей, школьников с учителями, учителей с родителями и со школьниками. И вот этот вот все друг с другом воюют. Все, что собственно сейчас в нашей школе и происходит. Может я не прав. Может быть все совсем не так. Все чудесно и прекрасно и замечательно. Только каждый год пишутся петиции с просьбой отменить ЕГЭ как порочную практику. Но этого не будет. Потому что признать, что систему, хорошую, отлаженную систему разрушили. Я, кстати, такое же могу вам нарисовать по здравоохранению. Но не буду этого делать. Потому что выводы будут аналогичные. Да, да. Даже еще хуже. Совершенно верно. Потому что если ребенок хочет, он все равно будет учиться даже в этой дикой системе. А если он не хочет, то со здоровьем так не получится.